Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. Ну что же, как вы видите, у нас окончание турнира, неделька новая началась, и мы с вами забираем нашу награду. Ну что ж, я как обычно в мастере одна звезда, и давайте заберем наш реворд. Так, 8400 сюриков, 40 ДНК, ребята, на Усаге, значит сегодня мы его, наверное, сможем прапать, если у нас хватит сюрикенов или что там нужно. Так, 90 золотых осколков и 55 платиновых, но это еще не все, друзья, потому что у нас открывается новый персонаж, и это кролики. Да-да, друзья, я накопил на него, поэтому давайте-ка быстренько его наймем. Так, 3 звездочки золотые, и у него, друзья, открываются 3 новые возможности. Первое, это у нас бешеные кролики. Кролики наваливаются всей толпой, вероятность 10% улучшить уклонение на 30% в течение двух ходов. Так, это у нас смятение. Кролики сеют смятение в сердцах врагов и хаос на поле боя. Увеличивают силу атаки на 80%, нифига себе. И последнее, это у нас сияющая ярость. Кролики устраивают очаровательную и красочную бойню. Разрушитель с вероятностью 20%. Враг получит минус 50% к параметру на 2 хода. Параметр зависит от класса, то есть мощь атака, техника защиты, дух уклонения и проворство. Это скорость. Хитрость на меткость. Восстановление 5 ходов. Хм. Так, и давайте-ка мы с вами, наверное, попробуем улучшить нашего Усаки. 10 тысяч нужного мутагена у нас, к сожалению, не хватает. Ладно, мы с вами подкопим. Ну, а пока, я думаю, нам стоит с вами пойти на ареночку, да, и немножечко подраться. Сегодня, кстати, неплохой шанс нам бустануть, то есть вырваться вперед как можно дальше. Давайте-ка попробуем. Так, и хотелось бы посмотреть, что у нас, друзья, будет в испытании. Борцы с преступностью и ярость Рафа. Все понятно. Также будет у нас Черепашья Буря. И разыгрывается, как мы видим, друзья, Донателло Фильм. Ну, что же, я думаю, стоит за него побороться. Так, золотые и серебряные осколки у нас еще здесь будут сегодня. Ну, это я, наверное, сделаю за кадром. Ну, а мы с вами отправляемся на турнирочку. Ну, что же, кстати, друзья, нам надо прокачать наших кроликов. Хотя тратить сейчас мутаген на них, ну, я думаю, это не лучший вариант, да? Ладно, друзья. Ну, что же, у нас тут Петки. Так, потом Дэн и Даллас. Я думаю, начнем мы с вами с Дэна. Так, у него тут, я смотрю, 19 уровень. Это максимальный в данный момент. Ну, а мы с вами берем, конечно же, наших самых первых. Слушай, надо кроликов все-таки прокачать хотя бы маленечко, да, друзья? Ну, первый уровень, это никуда не годится. Так, ну что же, 30 уровни. Давайте-ка мы с вами быстренько сейчас наваляем люлей. Потом с вами, наверное, прокачаем маленечко кроликов по-быренькому, да? Хотя бы до уровня там, ну, 20-го, может, 25-го. Да, придется потратить нам с вами мутагена, но я думаю, что мы за лигу с вами, за эту, набьем достаточное количество, чтобы Усаги перевести на следующий ранг. Так, ну что ты? Ну что вы, два Рафаэля, вы еживаются мне здесь. Так, давайте-ка накажем одному. Минус. Ну, и Рафаэль-фильм тоже сейчас, друзья, упадет. Хорошо, мы сразу двигаемся дальше и, как я обещал, будем апать с вами кроликов. Они это заслужили, а тем более заслужил я, потому что я давно их хотел получить к себе. Так, мы сразу переходим на воин. Две звезды, отлично. Так, где у нас там список? Ага, список здесь. И где же наши кролики? Они в самом низу, потому что они не прокачаны. Так, ну давайте попробуем. До 30-го. Давайте сделаем. Опс. Все, друзья, мутаген кончился, к сожалению. Так, ну мы с вами можем прокачать им навыки. Я думаю, что вот это вот смятение. Шикарно. И тогда давайте-ка еще, наверное, замутим с вами бешеные кролики. Ага, можем даже еще, да, повысить. Ну хорошо, давайте повысим, так уж и быть. Ну что, друзья, неплохо. Теперь мы можем их брать полноценно с вами на лиге. Так, поехали. В бой. Так, тут у нас Педро, Брэд и Ирина. И Иринушка, да? Ну давай тогда возьмем Ирину. Ирину. И сейчас она столкнется с моими кроликами. А где же мои кролики? Вот они. 29-й уровень. Я думаю, потянут. Они не должны здесь упасть в любом случае. А мы заодно с вами посмотрим. Так, ну-ка. Ну, приступим, я думаю, наверное, с Бибобчика, да? Вот такой вот сделаем мы с вами ударчик. Слушай, шикарно бомбят, да? Так. Карайка бросила куна, и мы ее добиваем, естественно. Так, и Бибобчик у нас с вами на подходике. Ой-ой-ой-ой, что ты делаешь, родной? Так, нейтрализатор бросает свои, не знаю, батаранги какие-то. Ну что, упадет, нет? Нет, друзья, не падает. Не хочет сдаваться. Ладно, фиг с ним. Ну что же, давай посмотрим, перейдем мы с вами в трехзвездочную лигу. Или же нет. Ну-ка давай, порадуй-ка меня. Да, друзья, воин три звезды, и мы продолжаем наши баталии. Так, кто у нас здесь? NoName, Хай и Богдан. Ну, слушай, я возьму, наверное, знаете кого? Хая. Тут и кубков побольше, да? Бронзовый персонаж. Ну, можно, в принципе, взять и NoName. Но, хотя, друзья, лучше нам взять NoName, потому что здесь, во-первых, уровень меньше, да? И два бронзовых персонажа. То есть это велик шанс, что мы с вами пройдем без сучка и задоринки, как говорится. Ну и 18-й, 20-й уровень у него есть, да? Значит, нам тридцатнички здесь как раз за глаза. Уже мы с вами берем четыре персонажа. Это уже хорошо. Сейчас быстренько с вами бустанем. Я думаю, что сегодня мы с вами дойдем, может быть, даже до Сёгуна. Мне бы этого хотелось, на самом деле. Если мы с вами ни разу не проиграем здесь, то шансы у нас такие будут. Так, минус Rocksteady. April, естественно, не падает, а вот теперь упала. Ну что ты, Крис, выёживаешься? Так, Бакстер Стокман бросает своих миньонов. Так. Ну давай. Крис упал. Ну что, Бакстер Стокман, всё? Да выёживался? Ну, упал, родной. Ну, а мы с вами продолжаем нашу баталию. Сейчас посмотрим, куда мы, кстати, с вами передвинемся. Я ещё раз повторяю. Ребята, сегодня мы бустуем. Так, элита одна звезда, 95-я позиция. То есть, скорее всего, в элиту две звезды мы после одного боя не перейдём. Как минимум два нужно. Так, тут у нас Брайн, Гарри и Хусейн. Хм. Я, наверное, возьму с вашего позволения Гарри. Мне почему-то Гарри больше нравится, да? Да и персонажи такие свеженькие у него. Ну, Тимми, тут смотрю, морозильная кошка, да, Мондагека и, конечно же, Леонардо собственной персоной. Ну, а мы с вами возьмём Пита Голубя, да, Донателло, Майки и Рафаэля. Отлично. Слушай, а кого же мне не хватает? Ага, мне, по-моему, не хватает, друзья, Леонардо, да? Из комикса, чтобы у меня была полностью бригадушкой. Или я что-то путаю. Или просто Леонардо у меня там прокачанный. Бомбочка для затравочки. Отлично, сработано. Пит. Нет, Пит слабоват. Кстати, друзья мои, раз мы с вами получили кроликов, да, то я думаю, что в магазине мы будем с вами покупать Пита. Но у меня есть ещё одно предложение. Потом я вам его покажу. Мы можем в магазине покупать с вами осколки. Либо серебряные, да? Либо золотые. Я уже не помню, там платиновые, по-моему, да, не серебряные. В общем, мы зайдём с вами и глянем. Да, они стоят монетки. Ну, мы с вами, конечно же, практически каждый день их получаем. Раньше мы тратили с вами на ДНК для персонажей. Но сейчас я почему-то задумался, почему бы нам не покупать именно осколки, чтобы быстрее прокачать нам всех персонажей. Ну, что ж ты не подошла, Лео, ты достал уже. Вот, наконец-то. Так, ну что, двигаемся дальше. И наверняка мы сейчас где-нибудь на 10-ю или даже 20-ю позицию переместимся. Но стопудово на 2 звезды вряд ли. Так, показывай. 12-я позиция, отлично. Отлично, давайте проведём с вами бой. И возьмём мы, так, Юля, Джо и Антон. Хм. Возьму-ка я Антона. Будем с вами разбираться именно с ним. Так, где, где, где у меня? Вот. Смотрите, ребята. Лео Космос, Рафаэль Космос, потом идёт Би-Боб и Донателло, да? Хм. Ладушки. Ну, в принципе, неплохая команда здесь. Но вы представляете, если играть полностью командой, например, черепашек из космоса, да? Было бы прикольно. Было бы прикольно. Так, ну что, Донни, ты у нас упадёшь или нет сегодня? Смотри-ка, что-то не хочет он. А если так? Да ладно, вы серьёзно? А если массовой атакой? А ну-ка, Донни. Хорошо. Плюс постепенный урон повесил на всех. Вот это мне уже нравится. Так, Би-Боб тут своей заднице виляет. Ага. Донателло, видение укрепил свою команду на крит. А если мы вот так вот сделаем? Ага, минус. Хе-хе. Ватник. Ладно, всё, друзья. Хватит смеяться и издеваться. Будем быстренько с ними разбираться и двигаться с вами дальше. Ну, добьёшь, Донни? Ну, конечно. Красавчик. Куда он денется, друзья? Так, ну а мы с вами продвигаемся. И не забываем, что нам нужно с вами накопить сколько там? 10 тысяч мутагена, да? Пока у нас всё хорошо идёт. Мы с вами в элите уже две звезды. 51-я позиция. Отличненько. И я думаю, что ещё один бой с вами проведём и перейдём на трёхзвёздочную элиту. Так, тут кто тут у нас? Куя, Джо и опять Антон. И опять Антон. Ну, давайте тогда с ними, наверное, подерёмся, да? Кого же нам с вами взять? Тут уже 30-й уровень, я смотрю, максимальный. И это меня радует, потому что у нас тоже, друзья, 30-е уровни. Но персонажа уже, как видите, 5. Слушай-ка, а мы рискуем в данный момент с вами? Знаете почему? Потому что они не слишком слабенькие, и мы практически на равных. Ха-ха. Хорошо, давай-ка мы попробуем с вами прокрутить это дело. Я думаю, начнём, наверное, с Ваньки, потому что по нему повышенный урон идёт. Ну-ка. Ой-ой-ой, слабенько как-то. Ну, давай тогда шайба ему в лобешник прям. Ну, получится. Друзья, практически получилось. И, наверное, я думаю, Саблезуб сейчас добьёт его. Шикарненько. Так, мне главное, чтобы Монда Гека здесь особо сильно не выделывался, потому что он будет наверняка ускорять команду. Наверняка. Нет, смотрите-ка, не стал он того делать. Ну, давай тогда, наверное, мы пробьём его лазерком, да? Будет знать, как говорится, своё место. Ну, давай, Донни, не подведи. Ну, пол-ХП отнял, это уже хорошо. Так, нам нужно, чтобы... Чтобы нет, друзья. Я только что хотел, чтобы Джастин сделал массовую атаку, но этого делать не стоит, потому что у Майки, да, и у Бивопа есть контратака. Они просто завалят мне Джастина. Так что придётся делать всё это дело аккуратненько. Давай, вначале, лазерами вот этими вот молниями бомбанём. Так, теперь, я думаю, Саблезуб его добьёт. Мне бы в это хотелось верить. Отлично. И, наверное, будем сейчас Криса с вами разбирать. Давайте-ка поехали. Ох ты! Круто, Рафик бомбанул. Смотрите, друзья мои, осталось всего две палочки у него от ХП. И добиваем, наверное, да? Ну, отлично. Так, а вот теперь... Ой, друзья, у меня хилата нету, да? И провокатора нету. Слушай, это опасно. Ну, ладно, я начну, наверное, с Бивопчика. Попробуем его разобрать, друзья. Так, пол-ХП отнял. Отлично. Массовую атаку Джастина. Это рискованно, опять же, друзья. Опять рискованно. Я не хочу, чтобы мы с вами... Хотя он выдержал бы, на самом деле. Да, был шанс у нас с вами... Оу, ёлки-палки. Вот это я лопухнулся, друзья, только что. Зачем? Зачем? Но у меня не было выбора, друзья. Мне так и так пришлось бы атаковать. И, естественно, под контратаку, увы, я попал. Ну да, друзья, Саблезубчик мы с вами потеряли. Ну и, соответственно, потеряли очень много престижа, да? Рейтинга. Значит, мы получим с вами меньше кубков, ну и, соответственно, меньше опыта. Ну ладно, ничего страшного. Одного персонажа потеряли. Надеюсь, больше таких ошибок у нас с вами не повторится. Ну и мы с вами уже в элите 3 звезды. 91-я позиция. Мы продолжаем с вами нашу эпопею. Так, Вил Адонис. Тут у нас Шериф и Левент. Я думаю, что мы начнем, наверное, с Шерифа. Да? Три бронзовых персонажа. То, что нужно для нас. Правда, уровень тут уже 33-й корячится. Ха-ха. Ладушки, давай посмотрим. Вот у нас, ребята, Леонардо Космос. Он, оказывается, 35-го уровня. И почему его не было вот в этой команде? Потому что, друзья, во-первых, у него и уровень 35, а во-вторых, он уже все-таки в золотом ранге. Погнали. Погнали. Будем прописывать. Но не забывайте, что Леонардо очень крут. У него есть обалденная такая... Как тебе сказать? Специализация, да? Или спецудар, где он может взять вот провокацию. По-моему, вот это вот, друзья, если я не ошибаюсь. Он берет на себя провокацию уклонения, да? И попробует, как говорится, теперь его пробить. Ну, а я бросаю баллончик Кейси Джонсом. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не буяним. Не буяним. Ну, вы видите сами, да? Он очень крепок. Зачем ты, Лео, хиляешь свою команду, а? Вот тупырь мелкий. Ладно, друзья, нам придется заново их разбирать. Ну что, меткость понижена. Этот уходит в инвиз. Типа его не видно. На самом деле, мы его прекрасно видим, но атаковать пока не сможем. Так, убираем Криса Брэдфорда. Теперь, я думаю, нам нужно... Ой-ой-ой, ты аккуратней так, пожалуйста. У Лео, друзья мои, тоже очень есть опасный удар. Поэтому надо быстренько его ликвидировать. Ну что, давай попробуем вот так вот. Есть! Круто! Так, Лео делает свою супервертушку, да? Но, как видите, она ему не помогает особо сильно. Ну, а мы отвечаем ему взаимностью. Точнее, мы его уничтожаем полностью. Так, и теперь... Да ты достал уже, друзья. Вот это плохо. Бакстер Стокман все-таки на Донателло фильм повесил нам постепенный урон. Так что, нам нужно как можно быстрее его вырубить. Так, давай-ка мы, наверное, вот так вот пробафаемся маленечко, да? Отличненькое уклонение. Повесь. Так, тихо, тихо, тихо. Слушайте, уже опасно, друзья. Мы сейчас можем так с вами и бибопа потерять. Надеюсь, этого не случится, и мы успеем все-таки завалить. Да, друзья, нам повезло. Причем очень крупно. Ладушки, я просто не хочу потерять еще кого-нибудь из персонажей. Я хочу, чтобы все у нас шло идеально. По кубкам, да? По рейтингу. И мы, наверное, где-то сороковое место займем сейчас, да? Четырнадцатое! Даже подумать не мог, если на самом деле. Так, друзья, ну что, у нас Гэри, Азамат и Гарден. Или Гурден. Ну, это не важно. Так, я думаю, что начнем с Гурдена. Все-таки тут 13 и 16, да? В общей сложности 29 кубков. За каждого выжившего и за каждого поверженного персонажа. Так, Ксевер Монтес, Пицелиций, Астрозуб, Макман и Мутагеноид. Вот, интересно, мы с вами сколько накопим за прохождение всеми нашими персонажами вот в лиге Мутагена? Не забывайте, нам нужно 10 тысяч. Так, тихо, не буянь, родной. Можно, в принципе, пробафать, да? Нет, мы просто, наверное, с вами вот так вот бомбанем. Ёлки-палки, почему Макман у меня такой ватный? Нам срочно нужно взять, ребята, провокацию на Астрозуба. Желательно, как можно быстрее. Иначе нас тут разберут сейчас. Хм, ну давай сделаем так. Постепенно урон. Вот у нас провокация. Есть шанс, ребята, выжить нам. Давай теперь вот такую массовую атаку Мутагеноидом. Так, Донни что там делает? Ну, бомбит, естественно, друзья. Кстати, вы смотрите, я взял персонажа 40 уровня, да? А враг у нас тоже 40, так что у нас, в принципе, все на равных идет здесь. Так, не пробил. Ну, Макман, давай отомсти. Отлично. Все у тебя хорошо получилось. И давай дальше вот эту вот плюшечку бросим, массовую атаку. Мы понизили атаку нашему противнику. Тут добили. И остается лишь Донателло. Все, друзья, отлично, нам повезло. Могли бы, конечно, они Макмана нам вынести отсюда, но мы противостояли. Причем довольно хорошо. Ладно, друзья мои, двигаемся с вами дальше. И мы с вами переходим на самураи. Конечно же, одна звезда, 51-я позиция. Да, скорее всего, все гуны мы сегодня с вами заберемся. Это будет однозначно. Так, Рэд, Данг и Чан Хао. Смотрим с вами. Вау, Чан Хао. Это круто. Ребята, но здесь уже сороковые уровни. Слишком быстро у нас, слишком быстро у нас как-то уровни повышаются, да? У нас Супер Шреддер, да? Крэнк, Майки, Слэш и Шреддер. Ну, я возьму, наверное, Донателло сюда. Ну что, друзья, попробуем. У него, не забывайте, бронзовые персонажи. У меня уже, по крайней мере, золотые и серебряные. Так, начнем, естественно, с массовых атак. Но, как видите, Майки. Майки что можно сделать? Естественно, нашу командочку укрепить, Слегансушки, на атаку. Отличненько. Так, теперь мы, наверное, бросим ракеточку. Мне нравится вот этот крэнк, как он дает маленькую боеголовку, да? А на выходе получается действительно здоровая бомба. Так, у нас массовой атаки, по-моему, нету, да? У Супер Шреддера пока в данный момент. Но есть довольно неплохо прокачанный скилл. Это вот этот вот. И я вот думаю, кого нам с вами бомбануть? Либо Кирбиса, либо Донателло. Я думаю, что, наверное, все-таки Донателло. Это стопроцентный шанс его накрыть. Отлично. Кирби, конечно, может, друзья мои, похиляться, если успеет. Проверим. Не успел. Это нам на руку. Так, друзья, они буянят. Они буянят. Давайте, наверное, молотом в Макмана бросим. Ой-ой-ой-ой-ой, я думал, мы сможем добить. Но у нас не вышло. Так, майки не подведи. Отлично. Ну что? Так, здесь уклонение, да, стоит у нас. Поэтому будем с вами валить, наверное, нашего Криса Брэдфорда. Не вышло. Секундочку. А если вот так вот? Бумс! Отличненько! Ну, Слэш, не подведи на этот раз. Давай еще раз. Такую хорошую атаку. Малорик! Ну, Слэш, имба. Друзья, у него же есть, по-моему, массовая атака, да? Когда он раскручивает свою вот эту булавушку и влетает в толпу, разнося там всех и всяк. Ну, друзья, самураи, две звезды, 87-я позиция. Четко все. Мне нравится. Мне нравится, несмотря на то, что мы с вами все-таки одного героя потеряли, да? В этой лиге. Значит, Маркус, Майк и Джо. Ну, естественно, берем Маки. Так, Маки. И здесь у нас 45-й уже уровень. 45-й, друзья мои. Так, беру Шредера. Беру... Майки Космос стоит брать. Ладно, возьму его. Так, подождите, мне надо кого-то здесь взять посильнее. Я возьму, наверное, нашего Шархана. Возьму здесь Усаги, друзья. И попробуем, наверное, взять Рокстеди. Вот так вот. Такой командой, друзья. Есть шанс немножко слиться. Но я буду стараться. И самое главное, что с нами Усаги. Это уже, как говорится, пол-дела. Сейчас, друзья, мы пробафаемся с вами. Надеюсь, хорошо. Ой-ой-ой-ой. А что же вот это вот такое, друзья, означает? Я вот не помню. Что это за баф такой? Я понимаю, вот это вот двойная атака, это вот защита, это контратака. А вот что это за капелька с плюсиком? Не пойму, что это такое. Ладно, друзья, потом посмотрим. Так, давайте вначале массовую атаку, да? Майки Космос делает. Ну, что это за жизненька так? Шархан, давай хоть ты, не подведи меня, родной. Ну, более-менее. Так, вызываем дурачков. Да? Из другого измерения. Нормуль так накрыло. Ай-яй-яй-яй-яй. Леонардо хиляет свою команду. Так, Бибоб стреляет. Ну-ка, Майк, отомсти. Слабая атака, на самом деле. Так, в кого опять? Опять в Майке? Нет. В Усаге? Ну, друзья, ну вы тут... Берем, короче, провокацию с вами. И все. Я думаю, дальше... Да елки-палки, он бросает гранаты в нас. Ну-ка, все по разочку ему ударили. Так, ну... Ага, у нас только, значит, может, Майки Космос, да? И... Хм, Шреддер. Но здесь постепенно урон еще висит. А ну-ка, пробили. Отлично. Так, теперь нам нужно Рафаэля с вами как-то... Быстренько уничтожить. Постепенно урон. Отлично. Так, давайте, наверное, пробафаем нашу команду. О, шикарненько. И будем, наверное, с вами разбираться с Леонардо. Так, этот вешает иммунитет. Это понятное дело. А мы с вами добиваем... А нет, не добьем. Не добьем, друзья мои. Но неплохо его покромсали. Отлично. Ну что, бебобчик, настало твое время, друг мой. Так, что ты, Майки, так слабо бомбишь? Я не понимаю. Да, суперудар, конечно, очень плохо прокачан у Шархана. Поэтому такой маленький дамаг мы с вами и наносим. Ну что ж, в любом случае, все у нас сохранились. Идеальная победа. И давайте-ка глянем, куда она с вами перебросит. Восемь седьмая и становится двадцать пятая. Ха-ха. Значит, еще бой. И мы с вами в Лиге Самураев 3 звезды. Вот это мне уже нравится. Так, Александр Сашка. Олежа здесь у нас. И Жозе Аделон. А мы сейчас посмотрим, друзья мои. Олега будем брать. Да-да, именно Олега. Потому что здесь все четенько. И смотрите, друзья, опять же, два бронзовых персонажа. Сорок второй и сорок четвертый уровень. Хм. Ладно, это нам на руку с вами. Так, у нас с вами сорок пятый, да? Кунаичи. И, наверное, мы возьмем для подстраховки, друзья, кого-нибудь посерьезнее. Давайте возьмем Тимми. Потому что он у нас провокатор. Причем довольно неплохой. Я его немножко еще подкачал. Он сейчас должен стоять в стоечке. Будь здоров. Так, ну что, давай подразни их тут всех. Ну, вот так вот. И вставай в стоечку. Так, а мы с вами приступим. Наверное, начнем с морозильной кошки. Чтобы тут, как говорится, не было хила. И рядом. Так, массовая атака от Лео. Слушай, ну тоже слабенько прокачано. Ладно, добиваем с вами морозильную кошку, короче. Кунаичи, да? Отлично. Так, Тимми, ты стой, главное. Я знаю, что ты способен выдержать удары всех тут противников. Ага, а если мы попробуем поджарить? Ой, как хорошо, ребята. Двое получили постепенный урон. Да ладно, бросьте уже. Ладушки. Эти упадут. Нет, ну Бибобчик, наверное, не упадет. Он еще выживет. Хотя, если мы поможем ему в этом деле. А я ей слабо ударили. Так, а если вот так вот? Угу. Ладно, я добиваю Криса Брэдфорда. И остается у нас только лишь Рафаэльчик, да? Так, ладно. Рафик, хорош, хорош тут уже буянить. Все равно тебе Тимми не одолеть. Бросим во... Подожди, я не туда хотел, друзья. На самом деле я хотел по Рафику. Я хотел по Рафаэлю бомбануть. Ладно, справимся с ним и так. Что ж такое-то, а? Сильный парень, да? Ну что же, идеальная победа, как вы понимаете, да? Очень хороший бонус. Мы с вами зарабатываем и двигаемся дальше. То есть сейчас мы перейдем в Самураи Три Звезды. Я больше чем уверен. А позиция 76. То есть два боя, и мы с вами попадем в Сёгуны. Шикарно на самом деле. Так, Луиджи, Кирилл и опять же Нонейм. Ну что же, я тогда возьму Луиджи. Потому что Нонейм не хочу брать. Так, друзья мои, 49 уровни, да? 49, 49, а у нас с вами еще очень много 45. Я предлагаю, знаете, что сделать? Все, наверное, уже догадались, что сейчас Рэй будет делать. Конечно же, с помощью Леонарда выкручиваться из этого положения. Так, давай Супервертушку сразу же. Они сразу же все упадут. Ну и мы с вами сразу... Ау, тихо. Не все, друзья, упали-то. Рокс, я почему-то выжил. Как он так умудрился, я не знаю. Чудом каким-то ему просто повезло. Ну, давайте, друзья, обозначить с вами еще пару боев, наверное, да? Замутим с помощью Леонарда. Сейчас посмотрим, какие у нас тут будут уровни, конечно же. Так, Оксаночка. Ух, Оксаночка. Так, Виктор и Витек. Виктор и Витек. У них все один... Давай Оксанку возьмем. Оксаночка, Оксаночка, Оксана. Так, 46-й, 47-й, 47-й уровень. Так, 50-й и 50-й. Подожди, я не хочу так делать. Я возьму, наверное, сюда Паукуса. Пускай у нас будет два персонажа с массовой атакой. Хотя у нас еще и Майки. Массовик, затейник. Да? Ну, у него такая. Специфическая атака. Ммм, вот я понимаю, бомбим. Так, Шреддер, давай хотя бы одного здесь из врагов положишь. Не вышло. Тогда, надеюсь, Майки. Ну, не подведерной. Слушай, а двоих сразу убрал с поля боя. Добью я, наверное, вот этого вот Донателл. Да что ж ты делаешь-то? Ну-ка, Эйприл, исправляй ошибки. Молодец. Так, Донни сейчас, наверное, будет бросать, да? Сюрики. Так и есть. Сюрикенчиками он все-таки нас немножко припугнул. Но ничего страшного. Мы с вами все еще живенькие, бодренькие. И все у нас хорошо. Майки добивай. Отлично. Так, посмотрим, на какую сейчас позицию, ребята, мы с вами приземлимся. И будем уже выбирать персонажей. Ага, ага. Все гоним мы уже с вами. 81-я позиция. Шикарно. Очень хорошо мы с вами летим. Так, Моц, Эдуард и Мигель. Ну, ладно, возьмем тогда, наверное, с вами Эдуарда. Эдуард суровый. Так, 49-й уровень. 49-й. А у нас уже полтиннички, друзья. И это хорошо, это радует. Возьму я, наверное, сюда Ваньку Стиранко для подстраховки. И нейтрализатора. Ну, я не хочу, чтобы кто-то у нас нечаянно здесь упал. Потому что, в принципе, команды шли на равных. Так, ну, мы же не хотим здесь падать с вами, естественно. Так, погнали, друзья. Будем бомбить. Так, у нас самые слабые-то Донателло. Поэтому начнем, наверное, с него, да? Ой-ой-ой. Так, крысы. Побежали, побежали крысы. Да что ж такое? Что за слабые атаки, друзья мои? Давайте, наверное, ускорим нашу команду. С помощью морозильной кошки. И сейчас они, наверное, будут, ребята, нас потихонечку разбирать. Так, этот Венвиз ушел. Естественно, Эйприл хиляет. Ну, а мы с вами бомбим из пулемета. Уже лучше. Так, нейтрализатор. Ой, вообще шикарно, друзья. Ну-ка, ну-ка, успокойся, Макман. Получил свое. Ну, и последний хорек. Есть. Ну, уже что-то, друзья. Уже какой-то прогресс. Так, двигаемся дальше. Не знаю, сегодня мы, наверное, с вами испытания проходить не будем. Будем уже в следующей серии. Вот, но зато сразу два, наверное, испытания будем проходить. Так, поехали. Здесь у нас Джой. Николай и Мария. Так, хорошо. Я, наверное, возьму тогда Марию. Хотя надо было взять... Ладно. Что сделано, то сделано. Раз, два, три. Друзья мои. 52 уровень. А у нас 51-й и 50-й. Рискуем, кстати. Возьму я сюда Рахзара. И, скорее всего, мне нужно будет здесь взять... Давайте Зека. Так уж и быть. Я думаю, что Зек... Рахзар сейчас встанет в провокацию. Наверное, он будет первым, да, у нас ходить. Нет. Зек ходит первым. Бросаем тогда бомбочку с вами. Теперь Рахзара ставим в провокацию. Ну, а нашими остальными начинаем потихонечку разбирать. Начну с Карайки. Ну, пробьем. Отлично. У Мухи, как говорится, все получилось. Так, Майки Фильм. Надо его уничтожить как можно быстрее. Воу. Нормуль. Так, массовая атака от Кирби. Слабая правда. Ну, да ничего страшного. Эти даже попасть не могут. Господи. Минус слэш. Дальше когти бросаем. Минус Майки. И последний тут у нас остался. Ахламоныч. Так, ну, он живучий был. Так, друзья. Двигаемся дальше. Идеальная победа. И у нас с вами герои потихонечку-потихонечку заканчиваются. Но зато какой результат. Сёгун. Две звезды, друзья. Вот это да. Слушай, прикинь, если мы сейчас дойдем до мастера. Да нет, конечно, не дойдем. Потому что у нас не хватит персонажей. Так, Виталик. Чейны. И Чан Хао. Ё-моё. Я прям растерялся. Но я возьму Виталика. С Виталиком как-то поинтереснее. Мне кажется, будет. Ну вот, друзья. В принципе, у нас с вами герои заканчиваются уже. Да, я думаю, что останется еще, да, еще один бой. Но не знаю. Наверное, в Лигу Сёгунов 3 звезды мы не успеем с вами добраться. А хотелось бы, на самом деле. Это был бы мой рекорд. Так, Майки, хорош что-то выплясывается. И кренделя. Никому не нужны, никому не интересны. Карайка кричит. Отлично. Полкоманды замедлился. Я думаю, что Армагон сейчас просто всех истребит. Своим вот этим валуном. Нет, смотри-ка-то. Рафаэльчик выжил. Ладно. Давай плевочек в него. Оп. Нормулька. Ну и, как я вам говорил, последний заключитель. Ну, у нас с вами сейчас будет бой. Ну, давай-давай-давай. Прогружись быстрее. Так, куда мы с вами перемещаемся? Где-то 50-ая, да? 40-ая позиция будет? 50-ая все-таки. Да, нам не хватит совсем чуть-чуть, друзья. Совсем чуть-чуть не хватит. Так. Максик. Идан. Крис. Ну, здесь надо брать самых мощных. И это у нас Идан будет. Потому что, друзья мои, у меня пошла в путь одна имба. Да, последние мои персонажи, которые сейчас зададут тут жару. Так, ну что? Я даже не знаю, с кого я начать. Ну, начнем, наверное, с Донателла. Как всегда, да? Будем его истреблять. Ну, а дальше уже по накатанной. Так, минус о нем. Его сразу же. Оу. А я, честно говоря, думал, что Крис сможет. Но не вышло у него. Так, Рафаэль, естественно, в провокацию. Чтобы он сразу раздавал ответные люли. Есть, конечно, железная голова тут. Ну, он постарался, но не всех убил сразу же. Так, минус. Ага, сплинтер. И смертельная волна от Бакстер Стопана. Все, друзья. Тут даже и говорить не о чем. Давай-ка глянем, куда нас переместят. У нас с вами три отката. Я думаю, что нет смысла их тратить, да? Ну-ка. Какая? Давай. Друзья, ну, совсем, совсем вот немножечко нам не хватило, да? До Лиги Сегунов три звезды. Это был бы мой рекорд, если честно. Всего три отката. То есть, я могу сыграть, ну, тремя персонажами. То есть, стоит этого делать или не стоит? Была-не-была. Ребята, я делаю только ради вас. Я трачу последние свои три отката для того, чтобы попытаться перейти все-таки и побить свой рекорд, да? Чтобы в Лигу Сегунов три звезды. Если, конечно, мне хватит опыта и кубков, друзья. Поехали, посмотрим. А ну-ка. Начнем с бомбочки, конечно же. Так, бомбочку бросили. Слава. Ну, Лео, конечно же, должен добить. Ну, наверное, не всех. Хотя, нет, все у него получилось. Ну, что, друзья, я думаю, что десять, как говорится, ступенек мы с вами преодолеем, да? Тремя персонажами. И, ну-ка. Да, друзья, это абсолютный рекорд у меня за всю игру. Ну, при бусти мы попадаем в Сегун три звезды. Представляете, если бы у меня были бы еще, ну, хотя бы там, персонажей десять, мы бы с вами бы могли добраться до мастера. Ты представляешь? С одного буста попасть сразу в мастера. Это было бы шикарно просто-напросто. Ну, что, друзья. Так, с Лигой мы с вами завершили, да? У нас 12 тысяч мутагена, почти 13 тысяч. Ну, что же. У Саги и Дзимбо. Я долго, долго я к этому шел, друзья мои. Вы сами знаете, да? У Саги достоин того, чтобы быть, естественно, прокаченным на фулл пять звезд. И, конечно же, при возможности мы его будем в первую очередь переводить в платину. И у него открывается гнев Ронина. Наконец-то мы его открыли. У Саги высвобождает всю свою ярость и бросается на всех врагов. Разрушитель. Вероятность 15% вызвать отложенный урон в течение одного хода. Разрушитель, друзья мои, да? Как мы поняли, это массовая означает атака. Вот, конечно, будем прокачать. А в принципе, друзья, мы можем. Нам нужно 6 очков, да? 3D. И одна кошка вот такая вот. Но будем это делать с вами уже как-то попозже. Потому что в данный момент у меня некоторые трудности, да? С этими... С телепортами. Их у меня очень мало. Так, а мы с вами пока, наверное, дублики-то поразбиваем на сюрике. Так, что у нас? Задания я, по-моему, все выполнил. Здесь все чисто. Так, осколочки. Я это, ребята, за кадром набью. Да? Да, я набью это за кадром, чтобы вас не томить. Ну, я думаю, что в следующей серии мы начнем уже проходить с вами испытания. Ярстерафа, где у нас будет разыгрываться ДНК на Рафаэля. И борцы с преступностью. Кстати, давайте-ка забежим в магазин. Чуть не забыл. Так, предметы. Ну, здесь нам покупать ничего не надо. За монетки, друзья мои, я все-таки предлагаю... Ну, вы помните, да, я прокачивал шинегами. Хотел покачать ее, да? Но я вдруг тут подумал, а почему бы нам с вами не покупать осколки? Ну, ведь это же прикольно. Смотрите, я трачу 100 монет, да, получаю 10 золотых осколков. Это, кстати, неплохо. Нам нужно, если не ошибаюсь, для того, чтобы прокачать следующего золотого персонажа 330 осколков. Давайте-ка глянем. Найдем кого-нибудь из серебряных персонажей. Так, подожди, не навыки нам нужны, а? Нам нужно, по-моему, найти ДНК, если я не ошибаюсь. Так, нет, друзья мои, я ошибаюсь. Нам нужно... Хм. Нам нужно ДНК искать. Вот что я тебе хочу сказать. Смотри-ка, у Супер Шредера мы можем с вами навыки прокачать. Но я пока не буду, друзья, пока не стоит. Значит, пока я никого не могу перевести в золотой ранг. Я имею в виду из серебряных, да? Получается так. Угу. Надо будет, кстати, искать ДНК на Ксивера Монтеса, потому что мы, по-моему, друзья... А, вот. Смотрите, 330, да? То есть, вот что я вам хотел сказать. Если мы сейчас, да, вот, в данный момент идем в магазин, в предметы, покупаем, и еще, например, мы добываем 56 жетонов, мы с вами еще 10 осколков золотых. Но, друзья мои, я хочу вам сказать, что 10 золотых осколков мы можем набить прямо сейчас. Давайте-ка мы с вами набьем и попробуем перевести кого-нибудь в золотую ранг. Неплохо я, да, придумал сейчас? Ладно, друзья, хотел я это сделать за кадром, но раз уж так наклевывается, все великолепно, будем этим сейчас и заниматься. Так, сразу падает. Ну, в данный момент мы с вами разыгрываем какие-то серебряные, да, осколки у нас. Вначале сколько там, я уже не помню. 8, потом 16. Так, 8 осколков мы получили. Давайте пойдем поборемся за 16. Естественно, мне нужны будут здесь все золотые осколки. То есть и 8, и 16, да? И тогда мы с вами кого-то сегодня улучшим. И это, кстати, будет круто. То есть у нас Усаги сегодня, да, получил фуловую пятую звезду. Плюс мы с вами открыли кроликов, да, и кого-нибудь сейчас еще переведем в золотой ранг. Это будет вообще крутенько. Такого редко у нас, ребята, попадается, да, в последнее время в сериях, чтобы мы за один видосик могли там двух или трех персонажей улучшить как-то. Так, друзья, ну что у нас тут? Волна. За 8 золотых осколков идет битва. Надеюсь, с первой... Ну, здесь-то с первой попытки мы его завалим. Вот на последнем бою я что-то не уверен. Нам, наверное, придется немножко помучиться. Так, давай-ка, наверное, вот так бомбанем. Но там, наверное, будем все-таки мы с вами работать через уклонение от майки. Да. Мне кажется, это будет стопроцентная победа. Если он не будет попадать, опять же, своими маузерами, да, или своей же смертельной волной, он это будет, ребят, применять, поверьте мне. Так, ну что же, и заключительный у нас с вами бой за 16 золотых осколков. У него 80-й ранг. Вы прекрасно знаете, что он сейчас будет вытворять. Просто жуть какую-то. Будет первый ходить, будет по два раза бомбить. Но нам нужно сопротивляться. Ага. Давай-ка мы начнем с уклонения, естественно. Так, спасибо, майки. И приступаем, друзья. Приступаем к бомбежке. Ох, пол-хп сразу снес. Так, выпускает он маузеров. Ой, вот это, ребята, вот это опасно на самом деле. Так, провокацию не буду. А возьмем с вами вот этот вот апперкотик. Сделаем ему. Может, постепенный урон. Да, мы его поясили. И это уже классно. Давайте хильнемся на всякий случай. Да? Шикарненько. Ну, и я думаю, что теперь будем его просто-напросто добивать. Вот и все. Изи. Ну, по-другому не скажу, друзья. Уклонение сработало как нужно от майки. Ну, что же. И мы с вами зарабатываем последние 16 осколков. И у нас с вами... Сколько там? 340, наверное, да? Уже осколков накопилось. Так, ну-ка. Ай, красота какая, друзья. Ай, красота. Да, смотрите. Ксевер Монтес, Джастин и Саблезуб. Ну, что же. С вашего разрешения я переведу Саблезуба. Потому что вы уже... Ну, вот сколько мы с вами голосовали, да? И я говорил, что Саблезуба очень много кто поддерживает. И вот в последнее время мне пишут. Переведи Саблезуба. Так что, друзья, иду вам на уступки. И поднимаем нашего Саблезуба в золотой ранг. Ух. Да-да. Конечно же. Ай, красота. Ты моя ненаглядная, друзья. Ну, что же. Четыре золотые звезды. Это очень круто. Я даже могу его еще чуть-чуть прокачать. Совсем капельку. Да, еще могу. Тридцатьчатого уровня у него максимальный. Да, он заслужил это. Заслужил. Кстати, Север Монтес тоже заслужил. Да и Джастин, в принципе. Но вот ребята просили Саблезубчика именно. Так. Вау. Не понял, друзья. Это что за выкрутасы? То есть, вы хотите сказать, что я могу ему еще одну звезду? Ну, если, конечно, был бы у меня Мутаген. А у него нету. Точнее, у меня нет его. Друзья, ты прикинь. Мы бы могли бы его еще прапать. Уже на пятую золотую звезду. Ну, это круто. Это круто. Это становится на самом деле уже полноценный боец. Которого стоит прокачивать и стоит брать в команду. Друзья мои. Вау. Я сам за себя рад. Офигеть. Просто так удачно все сложилось сегодня у нас. Ну, что ж, друзья. Я надеюсь, сегодняшняя серия вам понравилась. Да? Мы будем на этом закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачки вам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok